Тебе идет так этот цвет? Тсичный. Прям как ты. Этот мужик там все портит, что он там ножки было мыть? И грибок все зарабатывает. О, сегодня цвета пройдем как раз. Я думала, ты цвета знаешь, я еще думала это пропустить. Привет, ребята, опята. У меня сегодня в руках не будет укулеле, потому что это новый выпуск. Моменты жизни. Июньские моменты жизни выглядели для меня непростыми, потому что мы жили на два города. Ребята в Питере, я в набережных Челнах в родном своем городе, и мы не соприкасались. Материала как такового у меня не особо было много. Я прям по сусекам поскребла с инстаграм сторисов, сохранила и попыталась собрать хотя бы в небольшой выпуск моментов жизни. Ну а что из этого получилось, сейчас мы и посмотрим. Моменты жизни. Мы хотели сделать сюрприз. А ты бережешь свой телефон. Поверю. Думаю, ладно. Еще Саша отправила стикер, спасибо. Я думаю, так. Похоже, он меня немножко... Мы решили поехать встречать. 22.40, мы показали курицу в духовке. Мы такие, поехали ее встречать. Поехали. Курица в духовке, да? Курица не готова. Ну все равно. Ну приятно. Я пишу видео. Между прочим, наконец-таки я сниму моменты жизни. Сейчас мы пришли в фотостудию. Вот, пожалуйста. Вот, Динаточка, любовь моя. Мы делаем мне новые фотографии для инстаграма и для флайта вообще, чтобы всем показала, какая я красотка с новыми кудрями, потому что кудрец делала, а новых фоток нет. Покажи всем. Сейчас. Мы снимаем мне для твоего лука. Ого, ага, ого, угу, ага. Вот носочки. Счастливо. А начиналось так красиво. Ну, отвели мы, собственно, фотосессию. Мы с Динарой сейчас решили немножко перекусить. Сели на ламочку, постелили. Че мы там постелили пакеты? Смотрим на халам динозоров и детей. А что убирать? На что будете смотреть вы? Моменты жизни. У Сашульки был день рождения очень давно. И мы вот только сейчас, 13 июня, сели упаковывать подарки. Но проблема в том, что мы никогда не покупаем упаковочные подарки, коровки и так далее. И вот настал момент, когда у нас все это закончилось. Теперь мы будем импровизировать. Все, что у нас имеется, это вот этот кусок бумаги. А я заказала Саше заказную из-за сзади. У нас не писано. Только для Маришки это Шули и Юлечки. Мне кажется, он будет в отстарке. Это коч. Как вам лето в новогодние пакетики, а? Принцесса наша, мы поздравляем тебя с твоим давно уже прошедшим днем растения. Но мы дарим тебе сначала статус. Нет, ничего важнее, чем статус Мария. Ты наша принцесска. А что заметить, что у нас в разгар лета? Новогодние пакетики. Которые я дарю. Саша, день рождения и испытания. Ты должен назвать здесь нам. Ты ведь хороший орлов о нас. О всех твоих. Да ты не прав, Орлов. Дела, не ты. Ты о нас все-таки хорошего мнения. Ты хорошего мнения, я другого выбираю. Не сыпи, что полыни лая. Это Настолкин. А за шуя. Да, хорошая игра. Ты играл в нее? Нет. Ты не рад? Да, мне очень нравится. Тебе дать, Суля. Я кауаи. Как репетировала, давай. Пакетик подарила, будешь на работу ходить? Буду я таскать с собой. Это что, Икея? Икея. Машуля, я как раз собрался в Икею. На свечки тебе хватит, которые ты не открываешь. Сжег одно. Спасибо, сказал. Спасибо, тетя Боже. Это прям вот это. Это нужно. Действительно, очень нужный подарок. Ежедневно, пользовский. Спасибо, мама Юля. Все, давай теперь второй подарок. Самый сенсационный. Ты сначала прочитай, что там написано. Единственное, что мы рады будем видеть на тебе. Праздничные трусы. Ну как тебе? Я еще такие цвета выбирала, чтобы прям я. Отличные, да. С днем рождения, Саша. Спасибо. Ой, посмотрите. Они маленькие чуть-чуть. Покажи попу. О. Что тебе идет так этот цвет? Пастичный. Прям кофе. Я уже около месяца живу у родителей в деревне. И на самом-то деле здесь особо-то не происходит чего-то такого, как обычно у нас происходит в моментах жизни. И я говорю, ребята, пожалуйста, записывайте, что вы там, как у вас происходит. Маша мне кидает фотографии Бимы и видео, как она кормит Джорджи. Я вывела Джорджи погулять, и он гулял-гулял и уснул. Представляешь? Он там спит. В принципе, на этом все. Единственное, что я могу рассказать на данный момент, я поменял оформление канала. Сейчас вам даже покажу. Сейчас мой канал выглядит примерно вот таким вот образом. Поменялась аватарочка и баннер. Как вы видите, все по-очень весеннему, по-летнему. Я обратилась к своей иллюстраторке Наташи, которая рисует мне абсолютно все для моих соцсетей. Говорю, Наташа, нам нужно поменять, потому что я прическу поменяла. Аватарка совершенно не соответствует моему образу на данный момент. Говорю, нужно, чтобы было свежо, чтобы хорошо. И вот мы сделали с ней вот эту красоту, и какая-то тарантайка едет около моего окна. Это новая ветвь, это глоток свежего воздуха, ребята. Моменты жизни. Мы опять пришли на квиз-флиз, и сейчас мы пытаемся решить, сколько пирожков съела. Красная шапочка. Не получилось, у Динары тут кошмал еще рисует. Не получилось. Так, Репетня, я не знаю, слышно вам или нет, потому что ветер немножечко задувает. Мы пришли с моей любимой Динарочкой. Широкоугольная камера. Опа, смотри как. На пикник отмечаем сегодня Сабантуй. Красиво. Самая главная красоточка со мной сидит. Народу сегодня многовато. Мы еле нашли место, чтобы посидеть, почилить. Опять мужик нам все портит. Чего он там немножко была мыть? Грибок все зарабатывает. Репетняшка прям проголодалась. Немножко напугала. Вы напугали деда. Даша, смотри, Джорджик жив, здоров. У тебя западет. Нельзя громко кричать, не может сейчас усвоиться. Бибочка ревнует. Как в детстве. Помнишь, мы с тобой так репетируем? Я считаю, ты его любила. Моменты в жизни. Здравствуйте. Привет, ребята. А вы че такие няги? А вы такие? Что-то забавно такое. Мы к боксерке пришли. Привет, малышка. Боксинка Дарья. Я недавно в ТикТоке увидела о том, что сейчас в Макдональдсе стали игрушки из Спанч Боба. И сегодня утром, часа два-три, смотрела реально Спанч Боба. Отвечаю. Мне кажется, все такое прикольное. Я захотела себе имя Спанч Боба. Я очень переживаю, что, мало ли, там мне попался не Спанч Боб? Нет. Еще, Глази, у тебя там что-то ноги, так? Спанч Боб, прям, как ты спанч Боб. Смотри. У меня много цветов. Тут даже наклейки дали. Сколько? 21? Мне 22. Девочки, сейчас все покажу, что тут есть. Я еще хочу простить кратку, мистера Крата, чтобы деньги. Дарья, 22 года. Что, у него ноги с вами? Нет, он бежит. Ой, боже мой. Да, вот его не любили, короче, типа, вот, он атеизм, там, он этот, дьявол, сатанат, и все херен. Короче, его оскорбляли. Когда зашел, эти дебилы поставили иконы, по иконам начались и плакать. Потом даже кровь, типа, пошла, типа, плачущая эта икона. Вот, это Петр Первый, это он пришел, вот, я же говорили, мы же говорили, что он, типа, исчая, исчая, да, там. Поэтому иконы плачут, смотрят на эти иконы. А он смотрит в этих глазницах, короче, дырочки маленькие. Свечи рядом стоят. И получается, только там они, что-то, какое-то еще вещество добавляли в эти священники, что ли. Но в итоге свеча, когда горела, она плавилась, и, типа, реально слеза выходила. А они же продвигали, что икона сама плачет. Да, что они, что прикол сделать? Твой отец, типа, я там нагрешила, я обманула его, там, что мне делать, да. Это все было тет-а-тет. Это же секретная комната, как бы, а что это сделал, короче. Он вместо священников ставил этих своих людей. И получается, типа, я там украл миллион рублей. А откуда ты? Я из, там, улицы, там, Незамединова, да. А какая квартира? 35-я фамилия. А кто еще здесь был у вас? Ну, давай, рассказывай, рассказывай. Ну, типа, там, Ванька, Пашка, Сашка, Машка, Николяшка, да, там, это все мы были. Опочки на следующий день, и все. Это он, типа, церковь там часто. Просто, вот, он плохой. А на деле он просто раскрывал-то истину в большинстве. Критварда хочу. Бима, простите, а вы далеко? Ты далеко собралась? Время видела? Давай домой. Машину сделала. Ты за миссис Паф такое не говори. Миссис Паф? О, Маш, ты это слышала? Он назвал миссис Паф. Миссис Паф? Что она умеет делать? Раздуваться, как... Моменты в жизни. Маша! Что? Привет! Всем спасибо. Привет! Я попросила, говорю, девочки, возьмите покрывало. Что взяла от Елена? Это я, это я сейчас расскажу. Юля! Корешен, всемиродного жду. Ну, куда ты пошла, нас как? Прикиньте, вот мы сейчас говорили с девочками о том, что недавно мы закончили школу. Сейчас мы едем на речку, да, нет? Вы закончили школу 6 лет назад. Ну, мы закончили школу, а сейчас мы едем на речку Донецк. Да? Почему на Донецк? А ты не знаешь мем про речку Донецк? Мы, короче, едем на пляж, на речку Донецк. А у меня на эту штуку... Все, едем. Да ладно, за нас никого не было. Чего, блин? Страна такая, девушка? Все собрались. Ангелина, вот без тебя никуда. Немножечко трапезничаем. Представляете? Вот эти две девчонки в Казани, это вообще в Москве живет или в Питере. Вот собрались вместе в Челнах. Корешка у нас захотела пойти к воде. Ангелина, тебя вообще никто не звал. Смотри, какая модная. Это не ты. Девчонки модные такие. Ну что, девчонки, как тебе вода? Не то, что твоя московская речка. Привыкаешь? Ага, цистит твой тоже привыкнет. Приходи, губы синие. Выйдешь из воды или нет, ты подкатрешься. Губы синие. Мы с Кариной вспомнили детскую забаву лягушка. Вам нужно взять плоский камешек, под углом его кинуть, чтобы она подпрыгнула вот так вот на водишке. Это лягушка. Ну, давай, пробуй. Раз, два. Ой, слушай, молодец. Ничего, я вообще не поняла. Ну, а что? Ну, если лягушка прыгает. С ветерком, да, Амулет? Саша, она сейчас прокатит с ветерком. По долинам и по взгорьям нас трясет немножко. А, ну мы еще не доехали. Нет, мы не по этой дороге. Сейчас мы дома уже будем, а? Я вот по этой ориентируюсь. Ты к тому-то наш вон там где-то. Ну, мы еще не доехали просто. Не доехали. Он говорит, где наш дом? Посередине какого-то садового общества. Находим, где он наш дом? Куда-то что-то наверху. Мы сегодня опять собрались с ребятами. Второй раз играем в игру Peace Please. Вот, пожалуйста. Это нам игра. Мы пришли на игру, где про фильмы и музыку. Мы идем очень хорошо. В одном уровне сыграли все 12 вопросов. Мы это угадали, мы это узнали, вы прикиньте. Нам нужны или 13, или 3, или 2, или 1. А еще хочу, чтобы мы выиграли кепку. Мы выиграли. Я настолько растерялась, что я вам не сняла момент, как мы выиграли, представляете? Я, Динария, сказала, что если мы не выиграем сегодня кепку, мы идем еще раз. Мы будем ходить до тех пор, пока мы не выиграем кепку. Мы выиграли. Так один кепку мы еще будем ходить. Да, еще у нас в команде много, а кепка одна из ними. Мне кажется, это самый лайтовый конкурс, который мы могли выиграть. Егор Шив, спасибо большое, если ты это смотрел, за твою великолепную песню про Диор. Вот хотите прикол? Сегодня мне матушка сказала, помой палеткой, да, мама, помой. И сейчас я отходила от рабочего стола, и у меня была бутылка. Прикол в том, что она полная, и если сейчас я ее вот так вот достану, то вся вода будет на полу. Давай. Я худый в чек. Я сейчас ввела такой великолепный монолог, и она выключила камеру. Я поняла, что мне никогда не произойдет такого щелчка, что я хочу учить английский, и тут просто дары с небес мне сказали, да, и знают, что Ангелюсик у нас учительница по английскому языку. Я реально буду сейчас учить английский. Она мне сказала завести в тетради, и я взяла такую основную, сламинго розовый, я не знаю, как будет розовый. О, сегодня цвета пройдем как раз. Я думала, ты цвета знаешь, я еще думала это пропустить. Такая основная тетрадочка и тетрадочка для слов. Ну, подготовился человек. Видно, желание сумасшедшее учить язык. Вот, и запомните, скоро она будет влоги на английском снимать. Я забыла, как по-русски. Посмотрите, сколько страниц. Очень много. Many pages here. Three pages. But now Dasha knows the whole topic. Вчера я ей скинула тест, и там было этот great job. И она перевела это как отличная работа. Так вот, запомни, great job переводится как молодец. Я не знала, приклини. Типа проделана хорошая работа. И вот я тебе говорю good job, great job, Даша, молодец, ты усвоила тему. Моменты в жизни. Мы пошли докупать мне целую коллекцию спанчбомов. Вот такие классные. Блин, ребята, просчет, у нас просчет. Сейчас я покажу, какой скрипт будет. У него есть саморисунок и его дом. У них домик идет вместе с ними. Самое время показать мою начинающую коллекцию спанчбоба из Макдональдса. Вот у меня есть спанчбоб и медузы. И сегодня я приобрела Сквидварда. Вы посмотрите, какой она чаровашка. И его дом. Это же красота. Я пришла с личным мастер-классом для вот этого моторэм. Потому что она говорит, я не шарю за бисер. Говорит, я не понимаю, что это такое. Как ты это делаешь? Даша, подскажи. Даша, научи. Пока что она мне объяснила, это как закрепить вот это, что я не сказала. Просто узел завяжи. Прикиньте, у нее даже ни спичек не зажигало, ничего. Я уже мимо процесса пошла. Почему? Я три раза сделала. Ну, все. Какой из меня ученик. Давай. Бей. Ты должна была еще обмотаться штулью и помеситься. Я бы не сыграла. Если тебе понравился этот выпуск, то обязательно поставь ему лайк. Напиши в комментариях, как у тебя происходят летние каникулы, что новое, вообще, что успел сделать или сделала. Обязательно все напиши, я прочту. Ну, а всем любителям влогового формата напоминаю, что у меня есть целый плейлист с моментами жизни. Вот он даже тут появился сейчас. Обязательно тыкай и смотри все выпуски за все месяцы. Ну, а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.